Приветствую вас друзья на канале Чуча ТВ. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы будем тестировать пластик от завода FD Plast. Данный филамент в качестве образцов мне предоставил прямой поставщик и дилер завода магазин сопутка.ру. Почему я решил обратить внимание именно на FD Plast? Да дело в том, что большинство моих зрителей как раз пользуются именно этим филаментом. За счет неплохого качества и низкой цены. Например, вот эта килограммовая бобина PG стоит всего лишь 800 рублей. А бобина ультрагибкого филамента стоит всего лишь 1200 рублей. Несмотря на то, что магазин сопутка предоставил мне эти образцы бесплатно, я за них заплатил 2400 рублей. Именно за доставку в Украину. Так что, уважаемые зрители, я даже хорошенько переплатил за этот пластик. Но чего не сделаешь ради тестирования. Поэтому сегодня мы с вами протестируем вот такой вот PG пластик зеленого цвета. Внутри упаковочки бобина полностью герметично запакована. Это очень хорошо, потому что есть вероятность того, что этот пластик у нас полностью сухой. Почему я говорю вероятность? Несмотря на вакуумную упаковку, иногда филамент приходит сырым. Потому что мы не знаем, сколько он лежал на складе. Поэтому я всегда рекомендую сушить филамент, независимо от того, в какой упаковке к вам он приехал. Давайте вскроем нашу бобину. И вот так вот выглядит наш филамент. Конечно, камера не может передать всю красоту этого цвета. То есть он реально насыщенный, такой полупрозрачный, приятный цвет. А вот и первые моменты, которые мне не очень понравились. На пластике присутствует своеобразная такая вот производственная пыль. Возможно, это просто случайность. Но вот я проворачиваю всю бобину, вижу, эта пыль присутствует везде. Поэтому, друзья, не забывайте пользоваться вот таким вот фильтром, который предотвратит попадание пыли в наш хотенд. А это очень важно. Также из плюсов хотел бы отметить пластиковую бобину. Она достаточно широкая, при этом высокая. Благодаря этому, даже при намотке в 1 кг, филамент у нас не будет выпадать. Замеряем диаметр прутка. 1,73. Проворачиваем. 1,73. Еще проворачиваем. 1,72. Опускаемся немножко ниже. 1,72. 1,72. 1,73. 1,72. Оптимальный размер филамента 1,75. Но, согласно допуску, в разбег не должен превышать плюс-минус 0,05. То есть от 1,7 до 1,8. В нашем же случае отклонения минимальны. Ну а теперь давайте распечатаем тестовые образцы и проверим на прочность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед тем, как начнем тестировать, давайте оценим качество печати. Первым делом я распечатал тест ретракта. Обреди внимание на геометрию. С ней полный порядок, но присутствуют волоски. Размер отката на директ экструдере NF Sunrise составил 1 мм. И для такой короткой подачи этого отката более чем достаточно. Поэтому в данном случае проблема возникновения таких волосков как раз в сырости материала. То есть он немножко недосушен. Помимо этого во время печати слышались небольшие постреливания, пощелкивания. Это тоже как раз сигнализирует о том, что пластик немножко сырой. Отнести это к недостаткам не могу, так как практически 99% филаментов от других заводов приходят в таком же виде. То есть немножко сыроватыми. Так что друзья, если вы купили пластик, независимо от того, от какого завода, обязательно его полностью просушите. PG сушится при температуре 60 градусов в районе 3-4 часов. А это распечатанный калибровочный кубик. Посмотрите на геометрию. Все стороны равны, все грани равны. Нигде ничего не выпирает. Очень гладкая ровная поверхность как сверху на крышке, так и на дне. На стенках присутствует немножко рябь. По оси Y видна она чуть больше, но по ощущениям практически не ощущается. Очень даже гладкая поверхность. Это связано именно с механикой самого принтера, драгостола. Также видим, выпирают немного углы, ведь Liner Advance у нас не включен. Ведь драйвера стоят 2208, а Liner Advance не очень дружит именно с этими драйверами. С геометрией здесь тоже полный порядок. 19,9, 20,0. По Y у нас 20,07. Есть небольшое отклонение и по высоте 20,07. Ну и конечно кораблик Bench в масштабе 100%. Здесь мы видим, как прекрасно уложился этот филамент. Цвет тоже очень нравится. Полупрозрачность его. При этом с геометрией полный порядок. Все отверстия нависающие. Здесь огромное количество откатов. И видите, справилась без каких-либо проблем. При этом никаких волосков здесь уже не присутствует. Я немножечко просушил этот филамент. То есть сушка имеет огромное значение. Все надписи как сзади, так и снизу пропечатались идеально. Обратите внимание, здесь я установил кайму вместо юбки, чтобы оценить, насколько она будет монолитной. Ну что я могу сказать, результат превосходный. С нижним видом мы разобрались. Переходим к тестированию механических свойств этого филамента. Для тестирования пластика будем использовать специальный стенд. Вот эту деталь мы будем проверять на изгиб. Так как она печаталась стоя, слои укладывались горизонтально. То есть она должна быть самая слабая. Минимальное сечение у нее 7х4. Наружный периметр в три стенки, то есть 1,2 мм. И внутреннее заполнение сплошное, 100%. Устанавливаем специальное посадочное место. Запускаем. 6,5 кг. То есть у нас деталь не согнулась, а сломалась. При том, что слои у нас были горизонтально размещены. И это неплохой результат. Теперь берем точно такую же деталь, но которая печаталась лежа. То есть слои у нее размещены вдоль. 8 кг это отличный результат для такого пластика. Как вы уже догадались, следующая деталь печаталась тоже стоя. Поэтому слои у нас размещены горизонтально. Это одна из самых слабых деталей. Сечение которой 4х2,2. Убираем подложку и вставляем на наш стенд. 23 кг. При таком минимальном сечении, да еще с горизонтальным размещением слоев, мы получили 23 кг. Ну и последний механический тест. Точно такой же модели. С сечением 2х4, но которая печаталась лежа. Поэтому слои у нас расположены вдоль. Это должна быть одна из самых крепких деталей. Но давайте проверим на практике. 35 кг. Давайте замерим еще один образец. 33 кг. Ну и давайте третью деталь также замерим. 33 кг на разрыв для пластика Patch это не самый высокий результат из всех, которые я получал до этого от других производителей. Так как у меня были 40, 43 и даже 45 кг на разрыв при таком же сечении. Но при этом хочу заметить, что 33 кг это тоже достаточно много. А учитывая невысокую стоимость этого пластика, его доступность, удобство, то на самом-то деле это очень хороший результат. Некоторые из вас спросят, а зачем я распечатал так много образцов. Все вы помните вот такую вот баночку, в которую я ранее поместил от разных производителей филаменты. И ПЛА пластики, и ПГ, и АБС. Смотрите, она вся присыпана пылью. Последний раз ее открывал больше года назад. И сейчас это будет сделать сложно, ребят. Тяжело, конечно, идет. Вот это, к примеру, собака из пыла пластика. Я сюда ее бросил для того, чтобы понять, насколько она будет разлагаться. Она уже здесь больше двух с половиной лет. И посмотрите на нее, она практически как новая. Ну, немножко поменяла в цвете, стал такой вот более желтый цвет. В эту баночку мы сейчас сбросим как раз образцы от FD-Plast. И буквально через полтора года откроем эту баночку, поставим на стенд и проверим механические свойства. Я думаю, будет это интересный и полезный эксперимент. Итак, уважаемые зрители, давайте подведем краткий итог. Пластик от компании FD-Plast, именно ПГ, полупрозрачного зеленого цвета, мне очень понравился в работе. Во-первых, он легкий в печати. Нет никаких проблем с температурами. При этом он не мажет, и даже если в нем присутствует немного влаги, все равно печатает очень даже достойно. Что же касается механических свойств, то здесь он тоже на высоком уровне. Ведь сечение наших моделей всего лишь 2х4, а выдерживает порядка 33 килограмм. И это действительно хороший показатель. Но самое главное, мне кажется, это соотношение цены и качества. Вот почему не только новички в 3D-печати, но и профессионалы обращают внимание на этот пластик. Ссылочку на магазин Сапутка, где приобретался этот филамент для тестирования, скину под видео в описании. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте подписаться и поставить лайк. С вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.